Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по четвертой книге Царства. И мы будем сегодня читать 14 главу этой книги. Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царь Иудейский. 25 лет был он, когда воцарился, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Его Отдань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних. Впрочем, не так, как отец его Давид, он во всем поступал так, как отец его Иоас. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы курения на высотах. Давайте посмотрим, что пишет Ефрем Сирин. Во второй год Иоаса, сына Иоахазова, царя Израильского, воцарился Амасия, сын Иоаса, царя Иудейского, который отомстил за смерть своего отца, но сдержанно. Поэтому он сохранил жизнь родственникам заговорщиков в соответствии с предписанием закона, обратив внимание на то, чтобы наказание не было чрезмерным для преступников. Амасия был благочестивым до тех пор, пока помнил несчастный конец своего отца, с причиной которого он не мог не считаться – оскорбление религии истинного Бога. Однако, когда его царство начало процветать, Амасия оставил страх перед Богом, который был в нем, ибо он стал свидетелем наказания своего отца и принял чужеземные культы. Во второй книге «Хроник» Писание повествует о его победе над Иду Миянами, подтверждает, что такова была причина его отступничества. А Амасия отважился и повел народ свой, и пошел на долину соляную, и побил сынов Сейра десять тысяч, и десять тысяч живых взяли сыны Иуды в плен, и привели их на вершину скалы, и все они разбились совершенно. И далее «Амасия, придя после поражения Иду Миян, принес богов сынов Сейра и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся им Кадил». Вот здесь мы видим проблему этого человека. Он во всем подражает своему отцу, как в хорошем, так и в плохом. И на самом деле он как бы усиливает идолопоклонство, когда он приносит еще и чужеземных богов. И вот его отступление от бога в понимании Ефрема было еще обусловлено тем, что Господь давал ему победы. И вместо того, чтобы прославить бога за те победы, он мог уверить в свою гениальность. А когда человек начинает превозносить самого себя, это уже акт идолопоклонства, а вода зора, чуждое служение. И здесь недалеко было и до почитания чужих богов. А тогда было принято, когда уничтожали какой-то народ, то забирали его богов, потому что те же ремляне считали, чем больше богов, тем лучше. И далее мы читаем, когда утвердилось от царства в руках его, тогда он умертвил слуг своих, убивших царя отца его. То есть он отомстил за смерть отца. Но детей убийц не умертвил, так как написано в книге закона Моисеева, в которой заповедовал Господь, говоря, не должны быть наказываемы смертью отцы за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Но каждый за свое преступление должен быть наказываем смертью. Об этом говорится 24 глава 16 стиха книги Второзакония. И то, что он именно по закону Моисеева пощадил детей, это был очень разумный поступок. Человек может совершать правильное деяние, но не по закону Божию. Например, интуиция подсказывает человеку, или люди его убеждают в том, что вот ты там убил злодеев, а детей не умерщвляй. На самом деле здесь мало заслуги, меньше заслуги. Больше заслуги, когда человек знает, что в законе Божьем сказано так, и он именно так поступает по заповеди. Я никогда не забуду, один священник мне рассказывал, он с другими священниками поехал на Селигер, они мчались на двух машинах, и уже смеркалось, становилось темно, на этой трассе не было никаких фонарей. И на соседней полосе дороги слева бревно упало с машины, которая проносилась. И священники уже проезжали это бревно, как вот этот батюшка, он говорит, нет, давайте остановимся назад, уберем это бревно, потому что сказано в Писании, если идешь по дороге, увидишь камень, возьми его и брось в сторону, чтобы кто-то не приткнулся. И тучные священники вылезли из машин с не менее тучным вот этим богословом, они подняли с трудом это бревно, оно действительно большое было, отбросили, перепачкали свои рясы, шелковые. Но когда сели в машины, только поехали, и летит автобус. вот прям по этой другой полосе, где лежало бревно, и там полно пассажиров. Только мелькнули там детские лица, там все. Это очень важно, когда мы что-то делаем именно с пониманием, что вот так велит Господь, и мы так поступаем. Вот это точно нам оно зачтется в заслугу. Он поразил 10 тысяч идуминян на долине Солиной и взял Селу войной и дал ей имя Иока Фейл, которое остается и до сего дня. Тогда послал Амасия послов к Иоасу, царю израильскому сыну Иохазу, сына Иоеву, сказать, «Выйди, повидаемся». И послал Иоас, царь израильский, Камасия, царю иудейскому, сказать, «Терн, который на Ливане, послал кедру, который на Ливане же, сказать, отдай дочь свою в жену сыну моему. Но прошли дикие звери, что на Ливане, и стоптали этот терн. Ты поразил идуменян, и возгордилось сердце твое. Величайся и сиди у себя дома, к чему тебе затевать ссору на свою беду. Пойдешь ты, и иуду с тобою». Ну, а не послушал Амасия, и выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Эвсамисе, что в иудеи. И разбиты были иудеи, израильтянами, и разбежались по шатрам своим. Посмотрим, какое объяснение нам предлагает блаженный Агустин. Это его известный трактат о благодати и свободной воле. «Господь всемогущий, у которого нет неправды, производит действие свое в сердцах человеческих и направляет волю людей таким образом, чтобы через них привести в исполнение свою собственную волю, что, собственно, означают следующие слова человека Божия, обращенные к царю Амасии. Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами, со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвизайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть силу у Бога поддержать и повергнуть. И каким образом добродетели и сила Господня одним в войне приходят на помощь, придавая он им должную уверенность, а других обращают в бегство, неспосылаемым страхом и ужасом, если только Создатель всего по воле Своей на небесах и на земле не действует так же и в сердцах людей. И вот мы читаем о том, что велел царь Израиля Иоас своему посланнику передать на словах царю Амасии, желавшему воевать с ним, а среди прочего он так же сказал, сиди лучше у себя дома, к чему тебе затевать опасное дело, поедешь ты, и уйдей с тобою. И в этой связи Писание продолжает свое повествование словами, но не послушался Амасии, так как от Бога было это, дабы придать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам Идумийским. Вот как Господь, желая покарать царя Амасию за грех и злопоклонство, так подействовал на сердце грешника, вызвавшего его, Господень, справедливый гнев, что тот несчастный, не вняв здравому в разумлению, но напротив, презрев его, пошел на войну, на которой его вместе с войском ожидало падение. Здесь Блаженный Августин затрагивает вопрос, который его всегда очень волновал. Это свободная воля и божественные промыслы, божественные предопределения. Действительно, этому правителю было сказано, сиди дома. Но он вот побежал на войну. И Амасию, царя Иудейского, сына Иоаса, сына Ахозина, захватил Иоас, царь израильский, в Ифсамисе, и пошел в Иерусалим, и разрушил стену Иерусалимскую от ворот эфремовых до ворот угольных на 400 локтей. И взял все золото и серебро и все сосуды, которые нашлись в Доме Господнем, и сокровищницы царского дома, и заложников, и возвратился в Самарию. Такое поражение Иудейского царства, осквернение храма. Если бы царь сидел дома, не ввязывался бы в военные интриги, ему совет даже такой давали, прочее об Иоасе, что он сделал, и о мужественных подвигах его, и как он воевал с Амасией, царем иудейским, написано в летописи царей израильских. И почил Иоас с отцами своими, погребен в Самарии, с царями израильскими, и воцарился Иерваам, сын его, вместо него. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иохазова, царя израильского, пятнадцать лет. Прочие дела Амасии записаны в летописи царей иудейских. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лохис. Вот здесь возникает вопрос, почему как бы выдыхается вот это благословение, которое цари иудейские имели по причине сродства с Давидом. На самом деле это связано с тем, что кровь Давида, вот эту священную кровь, они разбавили там и кровью Ахава нечестивого, когда брали себе невесту из дома Ахава. и вот все это дурное, оно входило в их дома, эти жены, они развращали их сердца, и это предопределяло катастрофу уже всего еврейского народа и иудейского царства, и израильского царства. И мы видим, как заговоры возникают в этом городе против собственных царей. И составили против него заговор в Иерусалиме, и убежал он в Лохис, и послали за ним в Лохис, и умертвили его там. И привезли его на конях, и погребен он был в Иерусалиме с отцами своими в городе Давидово. И взял весь народ иудейский Азарию, которому было 16 лет, и воцарили его вместо отца его Амасия. Не надо удивляться, что такого молодого, 16 лет, мы знаем уже, что одного 7-летним поставили царем, и он 40 лет царствовал, а здесь 16-летнего поставили. Он обстроил Элаф и возвратил его иудеи, после того, как царь почил с отцами своими. То есть сразу после смерти отца он занялся серьезными делами. В 15-й год Амасия, сына Иоасова, царя иудейского, царился Иераваам, сын Иоасов, царь израильский в Самарии, и царствовал 41 год. Я уже вам объяснял, братья и сестры, что книги царств, этой книги царей, здесь в основном две династии обсуждаются. Это династия царей иудейских и израильских, потому что еврейский народ разделился. Еще говорится о Сирии, потому что Сирия в данном случае это нечестивые язычники, иногда сообщается и об их династии. И делал он неугодный в очах Господних, не отступал от всех грехов Иераваама, сына Наватого, который вел Израиля в грех. Он восстановил пределы Израиля от входа в Эмав до моря пустыни по слову Господа, Бога Израилева, который он изрек через раба своего Иону, сына Амафиина, пророка из Геф-Хефера. Мы уже знаем Иону, Библия из книги Иона, это имя означает голубь, это тот самый ребенок, которого некогда воскресил пророк Илья. Его отец был еврей, а мать была из Сарепты Сидонской, то есть она не была еврейкой. «Ибо Господь видел бедствие Израиля весьма горькое, так, что не оставалось ни заключенного, ни оставшегося, то есть брошенного, и не было помощника у Израиля. И не восхотел Господь искоренить ими израилетян из Поднебесной и спас их рукой Иерваама, сына Иасова, прочее об Иервааме и обо всем, что он сделал, и о мужественных подвигах его, как он воевал, и как возвратил Израилю Дамаск и Имав, принадлежавшие Иуде, написано в летописи царей израильских и почил Иерваам с отцами своими, с царями израильскими, и воцарился Захария, сын его, вместо него. Итак, сегодня мы окончили изучение 14 главы 4 книги царств. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 15 главу этой же книги. Субтитры создавал DimaTorzok